Здравствуйте! Вы со мной на канале Астроумно, на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. Ученые утверждают, что темп старения нашего организма главным образом зависит от множества внешних факторов, а вовсе не от наследственности. Вклад генетики в этот неминуемый процесс составляет всего 20%. Исследования показали, что у некоторых людей организм стареет в три раза быстрее, нежели у других. Сегодня мы расскажем вам о шести сигналах организма, которые могут свидетельствовать о том, что вы стареете чересчур стремительно. Первое – это проблемы со сном. Сами по себе нарушения сна не связаны со старением, однако являются следствием воздействия факторов, сопровождающих данный процесс. Смещение биологических часов в сторону раннего подъема, повышение чуткости сна и сокращение его продолжительности считается нормальными изменениями после 60 лет. Они связаны с повышением уровня кортизола, которое и способствует беспокойству ночью. Но если вы столкнулись с нарушением сна в более раннем возрасте, это также может говорить об ускоренном старении организма. Что нужно делать? С гладью последствия помогут плавание и йога. Второе – это ломкость и чрезмерное выпадение волос. У здорового взрослого человека выпадает до 130 волосков в день. Такое явление может говорить о нарушениях в работе организма. Зачастую признаки раннего облысения свидетельствуют о гормональном дисбалансе. При стремительном старении организма заметное выпадение волос может наблюдаться и на других участках тела. Что нужно делать? Подберите шампунь, подходящий вашему типу волос, защищайте голову, находясь на солнце или в сауне. Нерегулярный менструальный цикл. Нормой считается, когда климакс наступает у женщин в возрасте от 46 до 54 лет. Если нарушение в работе репродуктивной системы наблюдается до 40 лет, это может свидетельствовать о преждевременном старении внутренних органов. Что же нужно делать? Регулярно проходите обследование у гинеколога, не забывайте принимать витамины. Четвертое – это слишком сухая и шелушащаяся кожа. Первые признаки увядания кожи чаще всего начинают проявляться после 25 лет, а при условиях воздействия неблагоприятных факторов даже раньше. Со временем эти изменения становятся все заметнее. Преждевременное увядание кожи также может говорить о высоком темпе старения организма по сравнению с людьми аналогичного возраста. Что же делать? Позаботьтесь о том, чтобы ваш рацион был сбалансированным и содержал достаточно листовой зелени. Пятое – это физическая слабость. Пешие прогулки, подъем по лестнице и другие виды повседневной активности даются вам с трудом? Это может быть связано как с плохой физической формой, так и с ускоренным старением вашего организма. Дело в том, что после 40 лет объем мышц постепенно начинает сокращаться. Такие изменения относятся к естественным процессам, которые можно ускорить, пренебрегая занятия спортом или замедлить, регулярно выполняя физические упражнения. Что нужно делать? Выберите тип занятий по душе, чтобы вам не пришлось выполнять упражнения через «не хочу». Это могут быть велопрогулки, йога или, допустим, зумба. Кожа вокруг глаз одна из первых выдает негативное влияние вредных факторов, как внешних, так и внутренних. Именно в этой области чаще всего проявляются ранние признаки старения, вызванные недосыпанием, переутомлением и стрессом. Именно в этой области чаще всего проявляются ранние признаки старения, вызванные недосыпанием, переутомлением и стрессом. Постоянная работа мышц вокруг глаз способствует быстрой потере тонуса кожи, что приводит к мешкам, темным кругам и нависающим верхним векам, которые заметно прибавляют нам лет. В почетном возрасте данное явление неизбежно. Однако, если подобные изменения стали проявляться у вас еще до 40 лет, это может свидетельствовать о ускоренном темпе старения организма и нарушениях в работе внутренних органов. Что же нужно делать? Постарайтесь ежедневно обеспечивать себя достаточным количеством сна, пейте больше жидкости, вычеркните из своего рациона продукта с высоким содержанием соли. Если вы наблюдаете у себя перечисленные признаки ускоренного старения, не откладывайте визит к врачу. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в инстаграме и фейсбук, ссылки есть в описании. Всем пока!